Девы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на сентябрь месяц. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? В конце расклада я возьму карта совета, что вам высшие силы какие-то предупреждения или остережения, или нам может быть на что-то нужно обращаться. И первая карта для вас в начале месяца – восьмерка Пентакли. Восьмерка Пентакли показывает то, что вы не должны отпускать руки. Вы мастера, чем бы вы не занимались, где бы вы не находились, в каких отношениях здесь нужно не отпускать в начале сентября руки. И не расстраиваться, что все впустую, все свое время, все свой момент вы получите то, что вам нужно. Здесь как бы еще показывает, что поработать над чем-то. Если сказать про работу, пока не стоит спешить менять, если у кого-то есть мысли менять работу. Если это касается отношений, пока все-таки нужно, может, поговорить, может, каких-то договоренностей между вами. Но самое главное – ни к чему не спешить уходить. В отношения вы, вы не в отношения, мысли уйти от работы. Пока в начале месяца не стоит. Давайте посмотрим следующая карта. Карта повешенной. Подвешить. Вот если у вас в сентябре месяц есть какие-то мысли, это касается вашей работы, уйти, потому что у вас что-то по финансам не устраивает, или вы не получаете то, что вам не нужно, то не стоит этого делать. Пока вот спешить в начале месяца не нужно. Здесь нужно как-то подвешивать, да, сами вот эти ваши мысли каких-то, да, об уходе или от каких-то, да, ну, ставленных каких-то, может быть, даже точки в отношениях. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта. Девятка Пентакли. Почему-то показывает, да, что в начале у вас идет как-то пустота, ожидание чего-то, что поменяется. Вы почему-то входите в сентябрь месяца как роль жертва. Мужчины и женщины, если вы хотите, чтобы у вас в жизни что-то поменялось, самое главное не отпускать руки. Самое главное поработать до конца, дать себе возможности поменять, дать себе возможности понять, что вы можете этого сделать, да, вы сможете с вашим близким человеком договориться о чем-то, поменять что-то, но спешить что-то сделать или обрубить, все-таки этого не стоит. Давайте посмотрим следующая карта для вас на середине месяца, что вам говорит карта двойкой ЖЭЗа. Даже если вы захотите уйти, даже если у вас настолько будет желание поменять, высшие силы будут вас привязывать к тем обстоятельствам, к тем отношениям, к той работе, к тем даже проблемам, которые у вас есть на сегодняшний день. Пока вы не поймете, что не стоит все-таки спешить чему-то закончить, вас высшие силы не отпустят. Давайте посмотрим следующая карта, да, на середине месяца, что они вам говорят для вас. Карта колесо фортуны. Фортуна на вашей стороне на протяжении, да, вот именно середине месяца, она вас будет сопровождать. Будет сопровождать, знаете, успех, удача, возможности, поставить себе каких-то целей, каких-то мыслей, каких-то возможностей, даже которые, как я сказала, договориться с кем-то. В отношения вы, не в отношения, но вам судьба дает этого. Может для некоторых это касается, какая-то ситуация, какая-то дорога, это именно вот именно с работой может касаться, но почему-то показывает, что пока у вас этого не получится, из-за того, что вы как-то пока должны решать каких-то ситуаций, где вы находитесь на сегодняшний день. Давайте посмотрим следующая карта, карта двойка кубка. Прислушиваться то, что ваше сердце говорит, ваша душа. Мужчины и женщины, смотрите, вам все-таки нужно прислушиваться, если в отношении к человеку, который рядом с вами. Если вы одиноки, прислушивая то, что ваша душа, ваше сердце говорит, она вам будет подсказывать, как принять правильное решение, как себе дать возможности начать чего-то по судьбе, каких-то новых возможностей. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, что вам высшие силы подсказывает. Восьмерка жезла. Восьмерка жезла будет, знаете, у вас уже начинание под конец месяца каких-то перемен. Может они быть не так быстрые, не такие большие, но у вас уже идут перемены, у вас идут какие-то изменения. Может быть, если люди, которые в свое время поставили отношения на паузе, были каких-то, в понятие, что давайте посмотрим, если наши отношения должны дальше завершить. Я хочу сказать такое, мужчина и женщина, у вас поступит или звонок, или какое-то сообщение от человека, который вы ожидали, от человека, который пока вы еще привязаны, пока еще судьба вас не отпускает и держит возможность, понятие, поработать еще над этими отношениями или чувствами. Давайте посмотрим следующая карта, для вас следующая карта девяткой жизни. Ну, почему-то показывает, что вы будете обороняться, вы будете себя, знаете, не дать возможности кому-то приблизиться к вас. Да, вы будете себя как защиту ставить, вы будете себе, как это, какую-то преграду до вас достучаться. Вы не хотите, видите, вы не хотите получать возможности, понятие, что в жизни может что-то решиться, но только если этого вы захотите. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советуют для вас. Карта силы. Высшие силы будут на протяжении всего месяца рядом с вами. Они вам будут помогать, они вам дадут возможности понять, самое главное, прислушиваться интуиции и обращать внимание, что вокруг вас происходит. Мужчины и женщины одиноки. Постарайтесь поработать над вашей эмоциональной состоянием. Почему-то здесь показывает, что одинокие люди здесь как-то еще требуется понимать, что не должны на эмоции что-то спешить сделать. Все-таки вы должны контролировать. если вы сможете контролировать того зверя, который внутри вас, вы намного становитесь умнее, вы намного будете развиваться духовно и намного становитесь сильнее. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube канале. Далее.